Туберкулез – страшное заболевание, о котором не стоит забывать, даже если кажется, что с вами этого уж точно никогда не случится. 24 марта врачи по всему миру отмечают День борьбы с этой болезнью. Присоединяются к ним и специалисты из Щелковского отделения Мутищинского противотуберкулезного диспансера. Напоминают пациентам, что основной способ сохранить здоровье – своевременная профилактика. Профилактические флюорографические обследования, начиная с 15-летнего возраста и с 18-летнего возраста взрослые, самые здоровые. У нас люди должны обследоваться минимум раз в два года. Я хочу обратиться к нашему населению для того, чтобы в первую очередь здоровье в наших руках. Поэтому не нужно ждать, пока вас пригласят, не нужно ждать, пока у вас что-то заболит. Нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, проходить диспансеризацию, в которую входит в первую очередь флюорография. Профилактика здесь действительно важна, ведь туберкулез – довольно коварное заболевание, которое может никак не проявлять себя несколько лет. Наиболее достоверный способ диагностики – флюорография. И, конечно, каждый еще со школы помнит реакцию МАНТУ. Именно благодаря вакцинации еще в роддоме и профилактике среди детей процент заболеваемости удалось снизить значительно. В Щелковском районе количество больных уменьшается с каждым годом. Заболеваемость в 2017 году была ниже 2016 года – 32,4 на 100 тысяч населения, что составляет в абсолютных числах 68 вновь выявленных больных туберкулезом. Попасть в противотуберкулезный диспансер можно по направлению терапевта, однако и без предварительного заключения здесь никому не откажут. Методы диагностики продвигаются вперед, и теперь, чтобы проверить наличие болезнетворных бактерий, незачем ждать месяц. Сейчас мы это можем узнать в течение нескольких дней, иногда экспресс-методами нескольких часов в каких-то сложных ситуациях, сложных случаях. Наше учреждение оснащено полностью кадрами, полностью всеми методами диагностики и всеми методами лечения, но на амбулаторном этапе. Основными факторами риска для туберкулеза в наше время являются хронические заболевания и вредные привычки, вызывающие снижение иммунитета. Наши хронические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, которые у нас практически у всех в той или иной степени есть, вредные привычки, курение, алкоголь, наркотики, естественно. Это сахарный диабет. Также фактором риска снижения иммунитета, заболеванием, которое снижает иммунитет, является ВИЧ-инфекция. Так что, как и во многих случаях, исход борьбы с этой болезнью в чем-то зависит и от нас. Вести правильный образ жизни и быть на чеку, регулярно проводить профилактику – все это в первую очередь поможет сохранить наше здоровье.